Здравствуйте, коллеги! В момент диагностики, к сожалению, уже у половины пациентов имеется метастатическое поражение лимфоузлов, и рано или поздно у 90% действительно возникают отдаленные метастазы. Если говорить о мелкоклеточных опухолях, локализованных в регионе головы и шеи, то мелкоклеточная опухоль гортани из них самая частая. Отстает от нее немножко мелкоклеточные опухоли паранозальных синусов и полости носа, остальные локализации встречаются уже существенно реже. Но вот если смотреть литературе, то здесь вы видите разных лет разные исследования, разных авторов, и какая разница в классификациях. Как только не называли эту опухоль, и недифференцированный мелкоклеточный рак, и грейт-3, эндокринная карцинома. В общем, очень большая разнообразность. Сейчас, конечно, есть рекомендации ВОЗ на тему классификации, но если смотреть более раннюю литературу, то здесь можно запутаться, что же описывалось в тех или иных работах более ранних. Если говорить о частоте того, что мы находим в литературе по поводу этого заболевания, то, как видите, здесь примерно от 20 до 30 публикаций за 10 лет с небольшим нестойким нарастанием частоты к современному моменту. Видимо, за счет большей возможности публиковаться. И здесь мы видим, что в основном это публикации отдельных клинических случаев или очень небольших серий пациентов. Если говорить о прогнозе при нейроэндокринных опухолях гортани, то здесь довольно крупный метаанализ и собрано достаточно большое количество пациентов. Как видите, конечно, если говорить про типичный карциноид, атипичный карциноид и мелкоклеточную опухоль гортани, то, конечно, выживаемость при мелкоклеточной опухоли гортани самая низкая. Ну вот, было показано, что все-таки имеется некоторое значение для выживаемости, все-таки это ранняя опухоль или запущенная, конечно, при метастатической опухоли прогноз наихудший, при относительно ранних и локально распространенных опухолях все-таки какой-то шанс побороться за этого пациента есть. Ну вот, более ранние публикации были еще пессимистичнее, выживаемость — это 16,5% двухпятилетняя, и по данным этих авторов она не коррелировала вообще ни со стадией, ни с размером первичной опухоли, то есть определялась она развитием отдаленных метастазов. Ну вот, если смотреть на наши общие медицинские успехи в лечении этой опухоли, то, к сожалению, какого-то существенного прогресса мы не видим. Вот видите, здесь представлена выживаемость пациентов, леченных до 96-го года, и после 96-го года по сей момент, в общем-то, какого-то большой разницы в выживаемости этих пациентов пока что добиться не удалось. Значит, ну вот, для примера, достаточно старые публикации, 86-й год, специально я их сюда засунул, чтобы вы потом сравнили с тем, что рекомендуется сейчас. Значит, роль хирургии крайне ограничена, лучевая терапия дает хороший локальный контроль, но она не влияет на общую выживаемость, которая определяется отдаленными метастазами прежде всего. Адивантная химиотерапия увеличивает выживаемость пациентов, и наилучшие результаты получаются при химиолучевом лечении. Вот публикации более поздние, значит, также показано, что пациенты, которые получали химиолучевое лечение, имеют все-таки более высокую выживаемость по сравнению с пациентами, которые получали любое другое лечение за исключением химиолучевого. То есть, есть и лучевая терапия отдельная, и химиотерапия отдельная, и хирургическое лечение. Но, как видите, химиолучевое лечение действительно дает какой-то шанс этим пациентам. Что касается лучевого компонента, то для самостоятельной опухоли рекомендуется доза до 70 Грей. В более ранних публикациях там и 40 Грей рекомендовалось, но все-таки чем лучше развивается терапевтическая техника, тем дозы, все-таки подводимые на опухоли, они имеют тенденцию к росту вообще при всех заболеваниях. Появляются просто такие возможности. Ну, если пациент уже по какой-то причине был прооперирован, то после операционного облучения также показано, доза здесь несколько ниже. Что касается химиотерапии, то действительно это схемы родственные, схемам применяемым при мелкоклеточном раке легкого. Ну и первая линия, это действительно платина с этапозидом, об этом уже дважды сегодня сказали. Ну и вот рекомендации более современные. Помните, было 1986 года, это 2019 года. Невозможно разработать четкие рекомендации, агрессивные схемы мультимодальной, прежде всего химио-лучевые, кажутся оправданные. Хирургическое лечение по-прежнему только на ранних стадиях. Ну и вот, поскольку при мелкоклеточном раке легкого принято облучение профилактическое всего объема головного мозга, были проведены исследования, и оказалось, что профилактическое облучение головного мозга при мелкоклеточном раке гортани не оправдано в рутинной практике, потому что метастазы в головном мозге встречаются существенно реже, чем при мелкоклеточном раке легкого. Ну и вот опять-таки все та же наша многострадальная пациентка, дай ей бог здоровья, потому что действительно за 10 лет было одно наблюдение, как и во всем мире. 20 наблюдений за 10 лет со всех центров. Ну вот и мы в их число тоже частично входим. Значит, вот вы видите, почему-то у меня проскочило. Да, так. Ну-ка, а куда у меня делся слайд? Ну, вы видели местное распространение в этой пациентке до начала химиолучевого лечения. Вот у меня слайд провалился. Значит, вот это так выглядит план лучевой терапии в этой пациентке. 54 ГРЭ были облучены все лимфатические узлы шеи регионарные, и буст на само опухоль гортани и лимфоувлы, пораженные на шее справа у этой пациентки. Значит, через 2 месяца после химиолучевого лечения мы выжим здесь послучевые изменения. И через, ну, уже фактически 2 года после завершения химиолучевого лечения действительно рецидива в этой пациентке нет, данных за отдаленные метастазы тоже нет. И, в общем, это говорит о том, что все-таки этих пациентов надо лечить, особенно если у них не выявлено отдаленных метастазов на этапе диагностики, то, конечно, локальные методы лечения тоже имеют свой вклад в лечение этих пациентов. Поскольку, как вы уже знаете, первичная химиотерапия не была очень успешной, а химиотерапия по измененной схеме, она была успешной, но были серьезные сложности с ее примедением, были осложнения, она была достаточно токсична. Спасибо за внимание.